НЛМедиа представляет Умные книги Добрый день, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Умные книги» Подкаст о том, как думали и что чувствовали люди в прошлом Я рад приветствовать нашего гостя Веру Дубина Вера, здравствуй! Добрый день! И Михаил Вележев, соавтор и редактор, со-редактор Серии «Интеллектуальная история» Михаил, привет! Да, привет! Ну и я, Тимур Атмашев, собственно, тоже редактор Серии «Интеллектуальная история» Сегодня мы будем говорить о книжке, которая вышла Некоторое время назад и на которую мы уже потратили Довольно много времени Наверное, в том числе поэтому она нам дорога Книга называется «Особый путь от идеологии к методу» Ну, собственно, сегодня мы, следуя этому названию Говорим об этих трех частях Об особом пути и об особом пути Как бы в других его ипостасях Об идеологии, об методе И, соответственно, это вот такая очень большая рамка И, наверное, еще один элемент, который мы сегодня будем обсуждать Наверное, чуть более подробно Это, собственно, вот немецкий опыт Само понятие «Особый путь», как мы тоже напомним Заимствовано из немецкого языка Где оно звучит, соответственно, как зондервек И где вот вокруг этого понятия тоже происходили и дискуссии И исторические исследования И оно было вполне нагружено идеологически Возвращаясь к этой нашей оппозиции между идеологией и методом Наверное, такое краткое введение И мы, наверное, начнем с вопросов к Вере Вера, если мы посмотрим на историю этого издания «Особый путь», То ты сыграла особую роль в этом особом пути, да, если угодно Поскольку именно в обсуждениях с тобой Мы определили структуру книги В частности, важный для нее блок статей Переведенных с немецкого и с английского языков И который посвящен как раз методологии Зондервек, методологии особого пути в Западной Европе Да, и я хотел бы спросить у тебя Вот как ты сама начала заниматься этой проблематикой? Почему, собственно, ты в свое время сочла ее важной? И ты потратила довольно много времени И опубликовала много очень интересных содержательных исследований Посвященных вопросу о Зондервек Как это вышло? Ну, я бы не сказала, что их было много, да Но я надеюсь, что они были интересны, эти исследования Но в первую очередь, просто я была как раз в Германии в этот момент Когда я этим заинтересовалась Была активная дискуссия проходила как раз в это время Это начало 2000-х годов Когда пытались реанимировать эту теорию Зондервек Особого пути, да, как раз в немецких научных кругах Очень известные профессора Они для себя открыли, так сказать, Россию И не только Россию, но там Румынию Да, всякие разные другие особые пути Вот, и были удивлены тем, что так много сходства это имеет с Германией Так, где это обсуждалось И в этом они увидели вот такой потенциал для перерождения Ну, или нового рождения, да Они хоть ее переименовали немножко там Из Зондервек в Айгенвек, да, потому что Зондервек был негативно нагружен к этому времени Как понятие Зондервек – особый путь Айгенвек – своеобразный, там, собственный путь Но, в общем-то, от этого смысл как бы сильно не менялся Но просто, чтобы не использовать нагруженные с времен, так сказать, нацистских концепций Да, как, например, геополитика не используется больше в немецком языке Ну, более или менее это считается как бы не бонтон, скажем так Вот, это вот с этим, да Ну, и не говоря о том, что я занималась раньше В общем, до последних десяти лет я занималась в основном XIX веком И как раз и славянофилами специально не занималась Но в любом случае починичеством, да То есть там, где особый путь был просто очень важным Понятием таким интеллектуальным И, в общем, интеллектуальной историей тоже интересовалась Вот так я к этому пришла, да, собственно Не говоря о том, что события, собственно, внутри России Тоже подняли на флаг Но уже с политической их позиции Это понятие особый путь Совершенно размытая, концептуально неуточненная, скажем так Тоже, конечно, призывала к тому, чтобы, по крайней мере, как-то об этом поговорить И уточнить, да, эту концепцию Но я занимался еще историей понятий в это время Поэтому для меня это было особенно важно История понятий нам здесь, безусловно, важна Может быть, если начнем сначала И в какой момент возникает это впервые в Германии Как вот такое устойчивое выражение Мы здесь, наверное, будем говорить и про конкретное устойчивое выражение Особый путь на русском, да, или зон дурек на немецком Ну и шире на некоторый способ осмысления политической ситуации И культурной ситуации в стране И, соответственно, самоидентификации Если ты можешь напомнить контекст, в котором впервые, судя по всему, это происходит именно в Германии Да, возникает вот этот тип мышления Ну, само понятие, да, оно довольно позднее Это конец уже XIX века Даже ближе там к началу XX То есть это так Его расцвет, это перед Первой мировой войной Зон дер Вейк, концепции самой Но понятие само, в смысле не понятие А как бы понятие самой появилось А концепция, конечно, раньше, да, то есть идея, естественно Она как бы с романтическими стремлениями установления национального, да, чего-то С национальными государствами То есть это понятно, что сама суть, как бы явление этого, гордость там за национальное За свое, собственно, за свое собственное, да Именно вот именно в рамках национального государства, да, потому что Вот, и это одно из ограничений, кстати, этой концепции зон дер Вейк, да, потому что без того, чтобы оперировать с национальным государством, да, с ней никак, с ней трудно работать Потому что она из этого вышла, да, и как бы в нем, в ней ее теоретическая рамка и осталась, этой концепции Вот, ну, в принципе, это Первая мировая война, самое главное, да, и это все происходит из стремления объяснить себе Как бы причины, да, такого расхождения между экономическим и социальным как бы состоянием То есть вроде бы развитым разными немецкими государствами, да, с представлениями о бюрократии, там, и государственности И, с другой стороны, экономической отсталостью, да, недостатками, там, разного рода, по крайней мере, с Францией По крайней мере, вот этот такой вот способ входа в модерность, да, то есть это вот как раз, это концепция, это понятие выражать Каковы основные элементы немецкого зондер Вейк в эту эпоху? Что составляет предмет особой гордости немцев? Ну, бюргерство, да, образованность, да, хорошая немецкая работа, да, это как бы основные элементы Гордость немецкого народа А вот вопрос, но туда ведь, вероятно, входит еще и гордость за военные успехи Германии в конце девятнадцатого века И гордость за бюрократию Вот скажи, ведь это тоже составляющие части, составные части вот этой особой немецкой гордости? Да, я согласна, но, честно говоря, если меня в этом истории концепция, да, больше интересовало ее послевоенное развитие Бюрократию, то, что Вера упомянула чуть раньше, да Ну, мы сейчас дойдем до послевоенной, мы просто хотим зафиксировать точку отсчета Да, это как бы то, что называется позитивный зондер Вейк, да, позитивный особый путь, то есть восприятие своей особости как предмета гордости И вот это важнейший элемент, который мы и в России, естественно, обнаружим Это такая интересная амбивалентность, что ли, что мы начальным импульсом, оказывается, сравнение себя с более развитым соседом и конкурентом, да, и конкурентом самых разных, в том числе и в экзистенциальном смысле То есть военным оппонентом, то есть Франции и там чуть шире Англии То есть и, вот ты сказал, модернизация, то есть восприятие некоторое такое, ну, я бы сказал, символическое, что ли, давление, да, на фоне политической конкуренции и геополитической конкуренции, скажем все-таки это слово То есть страна пытается осмыслить себя как достойную и при этом воспринимается, существенной частью элит образованных, все-таки некоторая ущербность своего положения В сравнительном отношении кто-то воспринимается как более современный, более развитый и вначале, вот, собственно, почва, да, воспринимается как отсталость, свое состояние как отсталость Вот эта концепция Зондервек, она как бы диалектически преодолевает это, и она сначала, ну, принимает отчасти и говорит, да, действительно, у нас нет вот этого и вот этого, зато у нас есть что-то другое И это предмет нашей гордости, и это, по сути, даже лучше То есть вот это такое происходит, некоторое переворачивание, и из этой, как бы, отсталости или относительной отсталости мы, на самом деле, оказываемся впереди, да, и вот этот, там, милитаризм, бюрократия, мощная бюрократия Или образование, дух немецкий, значит, философия, музыка, литература, вот это лучше Ну, и вот, может быть, вот эта оппозиция известная, да, ну, в частности, у Мана культуры и цивилизации На Западе материальная цивилизация, механическая, механистическая, а у нас такая, как это, теплая, ламповая, керосиновая культура У нас вот культура, и это вот тоже часть этого позитивного противопоставления Мы можем, если вот добавить, мы можем посмотреть на немецкий гимн, да, который сейчас, первая, вторая астрофа, ему, как бы, не разрешается, считается запрещенной, в общем, Германии, да, они поют только третью И вот там, Deutsche Frauen, Deutsche Wein, там все, как бы, предметы гордости, они все перечисляются, там, немецкая от Мааса до Мемеля, да, то есть, у нас большая наша земля, там, да, то есть, военные наши, там, объединение Германии бисмарковское, да, потом, там, женщины, вино, образование Это все просто вот одно через запятую, там, идет гордость, там, наша, наша национальная гордость, ну, вот то, что сейчас как раз не поют, да, а в третьей части его исполняется, там, где, там, гражданские свободы и гражданские доблести Вер, а вот, мне кажется, теперь важно перейти к судьбе понятия Зондервик уже в 20 веке, в первой половине, да, ну, и во второй, после Второй мировой войны Что случилось с этим понятием, которое, как мы сказали изначально, было нагружено позитивными коннотациями? В общем, да, то есть, после Второй мировой войны, понятно, с поражением таким, сакраментальным, да, после Второй мировой войны И с переосмыслением вообще опыта нацизма появился на знак плюс заменен на знак минус Потому как, что наш особый, так сказать, ну, этот Зондерв, наш особый путь этот привел нас к чему? Да, привел нас к 33-му году, то есть, побеждению, победе национально-социалистической партии, демократической, в общем, победе, в принципе Да, то есть, это Виаминская республика, недостаток демократии, да, недостаток демократической традиции привел к тому, что вот страна пришла к нацизму Хотя при тех же самых условиях, возможно, можно было бы пойти другим путем, да, но она пошла этим Ну, к 33-му, а потом и к 45-му Ну, да, и к 45-му, да, и эта, вот, так сказать, проблема обработки этого болезненного, проработки этого болезненного прошлого, да, вопроса того, как так случилось, да, почему мы там оказались Вот это вот теперь, так же, как прежде Германия там оказалась все равно на поверхности, несмотря на ее экономическую отсталость и на раздробленность, да, по сравнению с Францией, например То теперь она оказалась вот наоборот в обратном положении из-за того, что не было демократической традиции, да, из-за Ваймарской республики Ну, там к Ваймарской республике были разные отношения, там, я тут тонкости уже все не буду перечислять Но вот, на что я хочу здесь обратить внимание, что это речь о научной здесь концепции, если идет, да, то есть это она перешла от плюсов на минусы, и она употреблялась как метод, да, если я бы предложил называть методом Зондервек, да, а особый путь это то, что можно назвать мифологемой, потому что у особого пути, как у словосочетания, была еще и своя жизнь, да, в публичном пространстве, так сказать, ненаучная И она не обязательно то же самое означала, да, что означает научная концепция, и как научная концепция, я вот считаю, что она, в общем, как бы неупотребима, да, а изучение ее особого пути, его жизни, бытования, так как мифологема, это как раз очень интересный вопрос Если можно, тогда все-таки про вот особый путь, как метод, и как вот некоторую гипотезу, негативную гипотезу, да, вот известное, ну, то есть вот понятно, что после Второй мировой войны и поражения в нем, осознание, хотя и, как мы знаем, очень долгого, да, и, так сказать, не одномоментного, но осознание все-таки катастрофичности результатов, то есть возникают разные работы, естественно, разные интерпретации того, что произошло Есть варианты, вот там, как, да, как у Фридриха Майники, там, немецкая катастрофа, это вот некая случайность, это личность Гитлера, это какая-то вот, как он пишет, несчастный случай, то есть что это некоторый срыв такой И, как, наверное, свойственно историкам, хотя я не уверен, что историки всегда в этом смысле правы, и особенно философам еще в большей степени, никто не может поверить, что катастрофа может быть случайной, ну, что это вот какая-то, то есть у катастрофы должны быть глубокие корни И, собственно, поиск этих глубоких корней, ряд историков немецких уже вот в 60-е годы, то есть не сразу, да, вот через 20 лет после поражения Германии, да, начинают формулировать это именно как научную программу, да, или как научной работой И здесь, я так понимаю, главным, наверное, одним из самых известных, да, был Веллер, да, Ханрих Уллер и Пилефельдская школа, которая вот предлагает некоторые, собственно, классические вариант вот этого негативного зондервек Если ты могла бы вот рассказать в двух словах какие-то ключевые аргументы, да, которые они защищали, понимая, что ты с этим не очень согласна, да, сама, но тем не менее, вот как они это защищали, и, соответственно, какая реакция была у разных историков, которые, соответственно, не соглашались с разных позиций вот с этой интерпретацией Ну, начнем, наверное, с вот этого негативного историографического Веллера, да, и негативного особого пути Хан Сульрих Веллер, да, из так называемой Билефельдской школы, да, очень известной социальной школы, одним из главных проектов, который был этот проект по бюргерству, да, по бюргертумфошинг Они более, там, 20 имнографий издали, то есть это был вполне себе успешный проект исследования, так скажем, гражданского общества, сейчас, наверное, так назвали, но это бюргертум, конечно, не совсем гражданское общество Ну, XIX век, там, и предыдущее, его разрождение этого бюргерту, и, в принципе, они вот предложили, Веллер предложил переименовать Зондервек в Айгенвек, как раз, да, для того, чтобы брать вот это нацистское, так сказать, связанное с нацизмом понятие и быть в состоянии употреблять эту концепцию дальше в научном обороте И, то есть, он стал вместо дискредитировавшего себя этого Зондервека, он появился в другом виде, но идея вынужденного движения кайзеровской Германии к модерности То есть, в принципе, идея-то та же, да, то есть, что путь к модерности, это и есть этот самый особый путь И этот путь присутствовал, в принципе, уже у Маркса, да, если мы посмотрим, то есть, идея вынужденного этого движения к модерности кайзеровской Германии То есть, Германия двигалась по-другому, говорил Веллер, да, то есть, чем все остальные европейские государства, по-другому пути И это вот привело в результате к нацизму. Ну, и это отличие просто, если вот какие-то элементы его, то есть это на уровне, соответственно, соответствия экономического развития, да, роли буржуазии разной, значит, и, соответственно, некоторого отставания как раз политических, ну, политической зрелости буржуазии, если я правильно понимаю, да, один из вот важнейших элементов, да, что отсталость буржуазии, наоборот, сила этой прусской наследной земельной аристократии делает вот эти противоречия модерна, да, с другими в Германии так, что политическая власть оказывается не в руках, буржуазии и соответствующие ей парламентские формы не возникают, ну, или, точнее, они не оказываются достаточно... Не укрепляются, ведь все в Ваймарской республике, да? Да, 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 то есть они неустойчивыми оказываются, а вот там бонапартизм, так сказать, да, и центральная, ну, монархия, в общем, в итоге, или вождистский режим гитлеровский, да, то есть они оказываются результатом этой диспропорции между относительной слабостью буржуазии, да, и силой аристократии более архаической в политическом смысле силы. Да, это в этом хорошо исследованный вопрос, да, и вот если продолжить, продолжателем, так сказать, Веллера был Кока, да, Юрген Кока, он-то потом продолжил проект Беллефельский, переехав уже из Беллефельда в Берлин, он перешел работать в Берлин, потом профессором. Это было продолжение проекта, но уже скромным, так сказать, его применением, не с такими размахами, как предлагал Веллер своим, с Айгенбек этим особым путем, но в любом случае вот одна из статей, как раз Коки, одна из ключевых в сборнике есть, да, особый путь, о котором мы сегодня говорим, как показательный, да, такой методологический прием этой школы. Но были уже и противники уже в это же время одновременно с тем, что говорил Веллер, хотя Веллер был такой харизмой, обладал, что это было, можно сказать, инстаграфическим мейнстримом в это время. Но вот уже был у него противник Томас Ниппердей, например, тоже довольно известный немецкий историк, и он как раз говорил о том, что нельзя, вот жестко очень критиковал Веллер за то, что нельзя смотреть на путь, так сказать, экспост, да, то есть это интеллектуальный конструкт, который смотрит с точки 33-го года или там из 45-го года, ну, он говорил про 33-е, и смотрит на всю немецкую историю, да, потому что история, она как-то никто не знает, к чему она должна была привести, она не могла, не должна, точнее, была привести непременно к этому. Да, там были разные альтернативы, были разные возможности, да, а получается, что если мы рассматриваем всю историю Германии, вот, довоенную, и даже 19-й век, исключительно как путь к 33-му, да, то есть выходит так, да, если мы применяем вот эту концепцию особого пути, потому что, получается, другого пути как бы нет, да, то есть, вот, она Германия должна была, вынуждена была двигаться к модерности именно так. И он сравнил это с исследованием по ходам рака, да, то есть, что как рак пятится назад, так вот историк, который использует концепцию Вейлера, он, значит, пятится задом, да, потому что смотрит он на прошлое, ну, в смысле, на сегодняшний день, типа там, и все прошлое у него, оно вот в одном пути. Понятно, что, как говорят, любят немцы, то есть после того, как все случилось, человек всегда умнее, да, и всегда можно найти, как бы, почему так случилось в прошлом, да, но должно ли было так случиться, непременно ли это было, это уже совсем другой вопрос. Да, нет, я просто хотел бы спросить, Вера, у тебя относительно вот именно современного состояния дебата о Зондервек, но прежде хотел бы коротко рассказать биографическую историю. В 2007-2008 году я был в Европейском университете во Флоренции, где учился Тимур, но чуть раньше, если память не изменяет, чем я там оказался в качестве Макс Фебер фэллоу. И я помню, что в историческом департаменте было довольно много профессоров из учеников Коки просто, которые преподавали в том или ином виде транснациональную историю, Transnational History, и они сами возводили генеалогию собственной методологии как раз к Коке, отчасти к Вейлеру и к этому послевоенному дебату о Зондервек. И у меня была прекрасная возможность увидеть, ну, так сказать, понятно, что Европейское университет во Флоренции это место очень репрезентативное, да, в каком-то смысле оно отражает моды научные, как этот метод порождает огромную волну транснациональных исследований, сопоставительных, сравнительных, в основе которой лежит очень простая идея. Ни о каком конструкте, ни о каком сюжете научном мы не можем говорить, пока мы остаемся в рамках национальной истории. Истинная ценность того или иного исторического явления определяется исключительно в сопоставлении, в сравнении с другими регионами, странами, государствами, континентами, в зависимости от того масштаба, который мы избираем. И методология тогда, в 2007-2008 году, казалась мне страшно влиятельной и, кстати, надо сказать, довольно, ну, если угодно, агрессивной, потому что коллеги, которые занимались транснациональной историей, четко говорили, никакой национальной истории по определению быть не может. И, в частности, мне страшно доставалось за Russian exceptionalism, о том, что я вот все время говорю, что в России что-то как-то особенное, это абсолютно ерунда, ничего особенного в России нет, правильно найти нужную точку сопоставления. И мое впечатление, суммируя, резюмируя, состоит в том, что эта дискуссия, о которой мы сегодня говорим примитивно к сборнику, породила все-таки очень влиятельную моду, очень влиятельное направление в современной науке. Вот могла бы ты подтвердить или опровергнуть этот тезис? Ну, если честно, я не занималась так вот прослеживать, да, как бы эту концепцию, но, несомненно, да, что сравнительные исследования очень полезные оказались для развития исторической науки методы, и особенно вот так называемая глобальная, да, global history, да, то есть то, что как раз в transnational history и есть, просто очень сложно хорошо это делать, да, то есть это для этого, конечно, ну, вот лично я, как ни копаюсь в своей голове, очень много там, теоретик много интересных, да, а вот кто бы делал на каком-то конкретном историческом материале, это, конечно, всегда ограничено по времени, это не дает такой, да, возможности посмотреть на long durée, да, как хотела это делать Вейлер, да, просто Кока, он, ну, человек, когда достигает определенной точки, он видит потом другие перспективы, он сумел эти перспективы притворить в жизни, и это прекрасно, да, потому что он был очень интересным. А ведь правильно я понимаю, что Кока ведь наш современник, он жив? Он еще жив, но он уже не профессор, да, все он уже. Но не профессор? Нет, нет. Ну, он все-таки уже пожилой человек, да, то есть, ну, это такое вот глыба, да, такой один из самых влиятельных, наверное, экозыриков. Я просто вот, наверное, пользуюсь случаем, поскольку Миша даже отчасти признался в том, что был критикован за то, что в своей, ну, скорее спонтанной, чем такой вот, значит, сознательной коммуникации, значит, уже как историк, он был обвинен как раз в том, что он был представителем вот этого Зондервега. Да, особой особости, поскольку просто самоговорение, так сказать, ну, вот в данном случае России, да, в отрыве от сравнительного контекста, здесь, на самом деле, критика переворачивается, да, то есть, вот это и есть особый путь. Если ты не сравниваешь, то есть, если ты просто не знаешь, что происходит в этот период или, там, по этому вопросу, да, там, что происходит с буржуазией, с крестьянами, с парламентом, да, вот в соседних государствах, государствах, там, может быть, чуть подальше и так далее, то ты тогда волей-неволей начинаешь формулировать какие-то представления в терминах исключительности. Но при этом сборники, да, у нас есть, собственно, большая часть, о которой мы сейчас вот уже говорили, то есть, реконструкция вот этого дебата в Германии послевоенных, но не менее интересным, наверное, является все-таки при определенных важных условиях и попытка взглянуть на русскую историю тоже с позиции Зондервег, но, значит, здесь, наверное, ну, заранее, наверное, не расставляя знаков, а просто спрашивая себя и, вот, значит, так сказать, юристически задавая вопрос, есть ли какие-то вот особенности, такие большие структурные особенности. Я бы обратился, может быть, к Михаилу вот с просьбой представить очень коротко, наверное, наиболее, ну, вот некоторые из материалов российской части, где иногда сами историки выступают в качестве таких апологетов некой особости российской истории, а иногда мы исследуем эту мифологему, как сказала Вера, как предмет интеллектуальной истории, да, то есть мы смотрим, как другие люди про это говорят, или все-таки мы сами тоже пробуем взглянуть на российскую историю, отечественную историю вот через эту призму. Но я бы хотел вновь напомнить еще об одном упреке, который был сделан составителем этого сборника, и, в общем, отчасти справедливым, или во многом справедливым. Я не помню уже, кто это был. На одной из презентаций нам указали на существенное противоречие между первой и второй частями сборника, что нам сказали, ну, друзья, вы так хорошо рассказываете в первой части сборника, что нужно сравнивать, что нужно рассматривать любую историю в контексте других историй, нельзя замыкаться национальными границами. Но как только вы начинаете говорить о России, весь этот потенциал прекрасный куда-то исчезает, и вы оперируете исключительно в национальном контексте. Ну, и да, и нет, и да, и нет, если мы начнем смотреть на конкретные статьи. Ну, и да, и да, и нет, но, тем не менее, так сказать, здесь вот та оговорка, которую Тимур сделал, кажется мне довольно существенной. Нас интересовала в части сборника, посвященной России, может быть, не столько практически импликация этого метода, то есть то, как метод может использоваться, сколько история вот этого представления о русской особости на отечественном материале. И поэтому отчасти этот упрек справедлив, отчасти нет, но просто потому, что мы не ставили себе такую цель. Я бы хотел коротко сказать о нескольких статьях, значит, и прежде всего статью о религиозных практиках покойного Виктора Марковича Живого, который, я считаю, одной из самых сильных статей в этом сборнике. Виктор Маркович исследовал покаянные исповедальные практики в православии, соответственно, начиная с где-то 16-го до 19-го века, ну, с того момента, как вообще возникают источники, которые позволяют судить об этом. И он пришел к довольно интересным выводам. Я сейчас позволю себе прочитать одну цитату. Виктор Маркович пишет, «Одним из факторов, который делал православных столь невысприимчивым к духовным выгодам религиозной и социальной дисциплины, часто ей исповеди и внушаемой ею некоторой уверенности в будущем спасении, были их сотереологические верования». Что это значит? А именно, их расчет на ирегулярные способы спасения. «Спасение могло быть достигнуто с помощью святых людей, чудотворных икон, святых колодцев, удачного места погребения и так далее. При доступности всех этих способов верующего вряд ли могли привлечь строгие покаянные правила и утомительный процесс отпущения грехов». Одним из тезисов Виктора Марковича является эта идея. Православный человек редко исповедовался. И спасение православного человека, прежде всего, было делом предсмертной исповеди, особенно в чудесных обстоятельствах. И из этого следует целый ряд выводов. С одной стороны, о том, что Живов называет как бы неразработанностью вот этого индивидуального рефлексивного аппарата, когда, грубо говоря, русский человек, православный в течение своей жизни, не думал о собственном пути, в настоящем смысле слова. Оценка того, что он делает, приходилась на финальный момент. А с другой стороны, все это приводило к особому типу коллективного мышления или коллективистского мышления. Это же страшно интересно, на мой взгляд. Спасался человек не всегда индивидуально, а спасался он коллективно, как часть некой большой общности, у которой есть божественное призвание. И иной стороной, оборотом вот этого коллективного спасения и представления о собственной особости, которая гарантирует это спасение, является снисходительное отношение к грехам. Видишь, ну здесь я бы просто обратил внимание, что именно эта статья, эта статья как раз сравнительная, безусловно. И он, в общем, сравнивает вот, ну в том числе, по-моему, статистические даже какие-то, делает выкладки по вот этим практикам исповедальным в Западной Европе в это же время, да, и в России. То есть это вот здесь пример сравнительной истории, может быть, с большей, естественно, внимания в данном случае уделено российской истории, но это вот постановка вопроса именно сравнительная, да. Замечательная статья Живого, да, я тоже, я помню его доклад еще в 11-м году, да, как-то это изначально все начиналось, откуда пошел, собственно, этот сборник. Но я просто хочу сказать, что это прекрасные плоды принесло это сравнение, но если мы пойдем еще глубже, да, и посмотрим на эти, как бы, западные практики тоже по отдельности, да, то мы еще там увидим много разных различий. В Германии очень хорошо исследован пиетизм, да, потому что, ну, по понятной причине собственной истории, и различия между пиетистами и католиками, например, к исповедальным практикам и вообще к практике, как бы, жизни, да, в Боге, тоже сильно отличалось. Как раз, наоборот, католиков здесь скорее упрекают в том, что они очень поверхностно относились к своей исповеди, хотя они обязаны были, как бы, это делать, но, типа, они пришли, им сразу отпустили, там, за что-то там, да, там, ну, не знаю, 30 раз, там, фата-унза, и там. Ну, все. И ты, как бы, свободен. А пиетисты и вообще, ну, особенно пиетисты, но вообще протестанты, они к этому относились с большим сознанием, да, поэтому это привело к вот такому серьезному отношению к пути именно своему. Они постоянно занимались рефлексией каждый вечер, да, того, что я сделал, то есть все зависело от меня, то, что там потом Макс Вебер назвал, да, вот этим самым протестантской этикой. Ну, это получается, что вот эта самая западная норма, как только мы всерьез начинаем ее изучать, выясняется, что она тоже не норма, а некоторая плюральность. Ну, нет, ну, она есть, ну, в смысле, что это несколько, да, несколько таких вот, как бы, там, островов, да, и, в свою очередь, они тоже, значит, могут быть, так сказать, еще более сложно устроенными. Ну, то есть, и это в этом смысле интересно, куда это нас ведет. Моя статья посвящена дискуссиям вокруг официальной идеологии. В год, когда было опубликовано первое философическое письмо Чадайва, мысль очень простая. Как мне кажется, разговоры о особом пути, о том, что такое, каковы элементы особого пути, они ведутся не только и, может быть, даже отчасти не столько в категориях, так сказать, философских, категориях, которые изучают историю идей, но и другой вопрос имеет колоссальное значение. Если мы идем особым путем, то кто нас ведет? В терминах чисто бюрократических, кто является главным агентом этого особого пути? Чье ведомство, если угодно, чье министерство помогает монарху лучше всего в его сложном деле кормчиво? И я как раз пытался показать, как практически любое такое важное, значимое высказывание об особом пути делается с какой-то институциональной позиции. И эти институциональные позиции, они, их необходимо рассматривать, когда мы говорим о концепции особости. Ну и приводил конкретные примеры, связанные с Николаевским правлением, с правлением Николая I. Тимур, мог бы ты рассказать о своем вкладе в этот сборник? Да, нет, скорее просто сюжет обозначу. Это статья, которую вековал мне, чрезвычайно дорога. Это, в общем, одно из центральных аспектов моего такого большого проекта по исследованию политических языков перестройки, где я, собственно, артикулирую и показываю, как работал такой набор идеологем и идиом, которые исходно были разработаны несколькими историками советскими, которые занимались вопросами переосмысления советского опыта сразу после разоблачения Сталина, то есть в конце 50-х, да, начале 60-х годов. И они пришли к этому набору понятий, в том числе вот к понятию исторического пути, выбора пути, альтернатив и возможности истории идти разными путями. И здесь, хотя не говорилось об особом пути, но был язык, внутри которого как раз постоянное вот это вопрошение норме, но в данном случае норма скорее задавалась марксистским каноном и сталинской пятичленкой, так называемой, да, которая предположительно указывала на то, как все страны должны развиваться. И вот такая ревизионистская, свободная мысль, но вполне социалистическая, вполне советская, внутри Советского Союза она пыталась атаковать вот эту идею, что есть какой-то вот стандартный путь, который сменяют формации одна за другой, и, соответственно, в каждой стране все проходят по этому пути одновременно, поскольку серьезное изучение, значит, истории, ну и отечественной, и сравнительной перспективы, и особенно происходящее в развивающихся странах в этот же период, когда произошла волна деколонизации, выяснялось, что, в общем, страны движутся самым странным и необычным путями, и что необходимо вот как-то осмыслить это многообразие. И это многообразие, в свою очередь, выводило этих историков страшную, так сказать, по своим политическим последствиям мысль, что, вообще говоря, в этом многообразии большая роль политических решений, политических лидеров, идеологий, каких-то альянсов, в результате которых страна может оказаться в каком-то катастрофическом тупике, например, сталинизм в данном случае, или, напротив, чувствовать себя лучше, и что это не является предметом какой-то необходимости, а все-таки является в том числе элементом политического выбора, какой-то идеологической и политической борьбы. Это просто вот такой язык, который в перестройку оказался чрезвычайно востребован через 20 лет после его изобретения этими историками, которые, ну, и в данном случае интересно, мы, наверное, можем двинуться к вот, так сказать, такой заключительной части нашего разговора, которая, может быть, вернет нас к этой рамке, да, исходной, с которой мы начали, особый путь как метод, особый путь как идеология. И, наверное, неизбежно это было подспудно, но мы сейчас можем про это чуть более ясно сказать, это вопрос общественного излучания и значимости того, что делают историки. И один из способов говорить об этом – это представление о публичной истории. Public history – это, значит, английский термин, но который, в общем, в России уже тоже, в том числе благодаря Вере Дубиной здесь присутствующей, да, уже прижился и довольно активно используется. И, Вер, я бы, наверное, тогда вернулся к тебе с вопросом, чем тебе не нравится вот этот негативный особый путь как метод? Почему нельзя спрашивать, например, и почему будущие историки России, мы не будем загадывать вперед, но, например, тоже могут спросить, ну вот почему у нас, значит, вот опять, там, я не знаю, демократический режим превратился в еще более авторитарный? И вот где же, ну вот почему и что в России устроено не так, чтобы это все распроизвалось? Что ты скажешь этим будущим историкам или, может быть, даже и настоящим людям, которые мучительно думают над этими вопросами и, наверное, еще будут думать? Почему неправильно так спрашивать? Или в чем здесь опасность? Может быть, чуть более аккуратно спросить. Да, хорошо, я как раз хочу как бы мостик перекинуть от того, что ты говорил, Тимур, о своей статье, да, потому что это тоже очень показательный момент для России, это психологический момент, особенность этого концепции, этого особого пути, именно как мифологемы, да, а не как теории. Но проблема в том, что это все мы люди, историки тоже, и поэтому мифологемы в обществе расхожие, в пространстве, они находят свой путь и в научной концепции, как бы историки не пытались их ограничить и сделать вид, что они тут объективны, ну, или пытаться быть объективными. И вот это как раз идея того, что мы можем отмотать назад, да, то есть, ну, вот как бы был какой-то путь негативный, да, вот мы прошли там в 1933 году, как и в немцы, там, к 45-му, и вот мы на этой точке остановились, к ней нет, так это, значит, это не надо было делать, да, это был неправильный путь, мы сейчас его отмотаем назад, как бы вернемся опять к тому моменту и оттуда пойдем, да, правильным. Ну, у нас сейчас есть такая точка, да, вот есть тоже 24 февраля 2022 года, тоже, наверное, такая точка уже теперь. Да, к сожалению, да, и поскольку мы в ней сейчас еще все живем, это очень трудно и болезненно осмысливать, да, это, конечно, осмысливается, не зря историки работают с прошлым, да, далеко ушедшим, да, как там считалось, по крайней мере, когда я училась, должно пройти 70 лет, чтобы это стало историей, да, то есть, ну, как бы несколько поколений должно смениться, чтобы, ну, по крайней мере, так сказать, это была история. Ну, в общем, в любом случае, вот в твоей статье тоже, да, об альтернативах, о выборах, там, о разных возможностях, да, и вот этот подход научный, так что можно отмотать назад и пойти как бы по правильному пути, как будто он один, да, а не нет множества альтернатив и выборов, он как раз вот опасен, да, для научного исследования, потому что он превращает исторических акторов и вообще каких-то плохих учеников, да, которые там что-то, какое-то неправильное решение приняли, да, и пошли, или делает телологическим вообще историческое исследование, то есть, что вот этот один путь у него, да, вот что бы они ни делали, как бы они там демократию не строили, а все равно это вот плохо закончится, да, то есть, путь у них вот особый один, да, и вот никуда им не деться. Бедным, да, там, как эти самые в песне той, известные из известного фильма, да, чтобы они не делали, не идут дела. Видно, в понедельниках мама родила. Да, то есть, это вот такой подход. Вот, это, конечно, совершенно не исторический, да, взгляд, но, и вот если мы будем говорить о моральной норме, да, вот, почему немцы очень стремились, как бы, негативно этот путь утвердить, почему Кока, например, это все, как бы, последствия этого морального шока, да, от Второй мировой войны и обработки, да, нам нужно как-то, вот, историки чувствуют свою ответственность за то, чтобы вот как-то они знают, что было, да, и чтобы это вот не повторилось, да. Да, но вот, к сожалению, да, история никогда не происходит так, да, потому что она должна, тут очень много разных альтернатив, очень много разных решений, разных возможностей. И мне кажется, что этот способ, как бы, рассматривать эти возможности, он исключается этим методом, если мы говорим, что вот, у нас один тут путь, и он особый, как, мы вечными будем какими-то отсталыми запаздывающей модернизацией, как это было модно в 60-е годы говорить, или там, если мы посмотрим на все остальные страны, они там тоже так же найдутся, что, например, очень известное исследование начала 2000-х тоже там о запаздывающем экономическом развитии Франции, даже уж Франции, которая стала, в общем, образцом этой самой нормы. И еще один момент – это вот необходимость этой нормы, да, потому что история не может принимать на веру как аксиому, как математика, да, какую-то норму, и из-за нее, исходя, дальше там развивать исторические исследования, да, то есть вот эта необходимость выбрать, сделать этот выбор, приводит к тому, что эта самая норма, будь это там Запад в случае Германии, там, или Европа в случае России, это непременно будет идеализироваться, да, то есть это будет что-то такое умозрительное, да, а идеал, он, как известно, недостижим, и поэтому как бы это постоянное, так сказать, негативное совершенно какое-то отношение к историческим событиям. Вера, а скажи, вот если я выставлю адвокатом дьявола и скажу, что все-таки сравнительная перспектива не всегда подразумевает такой взгляд, о котором ты только что сказала, потому что ведь, возможно, другая оптика. Мы смотрим на похожие явления в других регионах, странах, опять-таки, в каких-то других пространствах, и как раз мы видим там те пути разные, по которым и мы могли бы пойти, но по какой-то причине, мы, там нужно определить, по какой, не пошли. То есть как раз особый путь, ведь мы же знаем парадокс особого пути, представление о том, что мы особые, какие-то единственные в мире, возникает только в процессе одной единственной операции, сопоставления с другими случаями. Никак еще про собственную особость узнать нельзя. Все-таки ведь особый путь ведет и к этому пристальному интересу, к тому, что происходит не у тебя, а у других. И это шкурный интерес, в известном смысле, для историков. Это интерес того, что могло бы быть здесь, но по какой-то причине не случилось. Тимур. Я просто пробовал бы, наверное, найти точку сприкосновения. Вера указывает на опасность, но, собственно, мы с Михаилом указываем и на продуктивное разрешение. То есть продуктивным, и тут, мне кажется, мы согласимся, что продуктивным будет реальное, ну, насколько это возможно, серьезное эмпирическое сравнение. И как только мы из мифологемы, которая на самом деле использует эту особость позитивно или негативно, в качестве некоторого, ну, на самом деле, психотерапевтического, либо в ту, либо в другую сторону хода, поэтому в этом психотерапевтическом и в этом идеологическом конструкте важно не знать реальности, важно не смотреть. То есть это сравнение делается в качестве жеста, но не предполагается реального сравнения, эмпирического, которое могло бы опровергнуть или, ну, или показать какие-то, ну, конкретные обстоятельства. И как только мы занимаемся эмпирической историей, эмпирическим сравнением, то есть если результатом этого жеста, этой идеологемы является содержательное исследование, то мы согласны, что, собственно, вот эта опасность, она испаряется в том смысле, что, ну, вот, и Блэкберн споря с Веллером, говорят, слушайте, да не было никакой нормы. Посмотрите, Англия уникальная страна, Франция уникальная страна, Испания уникальная страна, ну, и показывают это на совершенно конкретных примерах, да, то есть это не абстрактное утверждение, а совершенно конкретное, что вот нигде не было какой-то нормы прихода к власти буржуазии. Везде какая-то своя конфигурация. А если можно, да, я тебя тут перебью, я просто про Блэкберн как раз, да, вот это как раз и говорит, я говорила не против сравнения, я не против. Есть сравнительная история, которая совершенно никак не оперирует понятием «особый путь», да, то есть это можно без этого обходиться, без понятия «особого пути», а вот понятие «особого пути», оно всегда предполагает эту норму. Да, когда вы говорите, что есть особый, значит, есть какой-то не особый, который для нас всех норма. И если мы увидим, что вот у этих «особый путь», у тех, у Японии шла, Соединенные Штаты, так вообще во все из себя особенные, да, если так посмотреть их историографию. И вот то, что Блэкберн писал как раз о немецкой истории, да, то, что как раз о особенностях, так сказать, никаких нет особенностей, то получается, что у всех особенные, все особые, да, в этом и есть теоретическая слабость. Если все особенные, зачем нужна эта концепция? Нет, мы от концепции, в чем мы тут, так сказать, поддерживаем эту концепцию, что концепция является способом прийти к этому заключению. Это путь, после которого ты отбрасываешь, да, ты отбрасываешь это исходное, это самое, но, да, но как историка, как историка, это заставляет тебя ставить вопросы. А действительно ли была такая норма? Ну, и опять-таки, вот мы даже начали это эскизно проделывать. Живов говорит о том, что есть западная исповедальная практика и есть православная, но, опять-таки, описывая какой-то период, естественно, и немедленно ты говоришь, да, но в западной исповедальной практике есть как минимум два полюса, наверняка их еще больше, если мы будем чуть внимательнее это изучать, тогда мы приходим не просто к утверждению, и это, наверное, важно, да, не просто к утверждению, что все сложно, да, и что все там по-разному, и все как бы уникально, но похоже при этом, а к, ну, в каждом конкретном случае какой-то конкретной картинке. То есть норма задается множеством альтернативных вариантов, которые реально были. Тогда мы можем кейс-стадис, как бы, опереться на кейс-стадис как метод, да, они тоже так разрабатывают. Ну, то есть, именно сопоставительных тогда кейсов. И это лучше проработано в случае кейс-стадис, да, потому что у них нету вот этого имплицитного, да, моральной нормы, да, которая все равно маячит, что бы вы ни делали с концепцией особого пути, где-то там сзади, да, и она все равно вас как бы теоретически, так сказать, разрушает ваше построение. У них этого нет, у них нет этого как бы, ну, просто запроса самого кейс-стадис. Или, ну, транснациональная история, он есть, конечно, да, потому что это более обширный. Потому что вот у живого, например, у него же довольно большой объем там период, да, у него там что-то с требностей, да, до Достоевского, да. Я, может быть, в завершение предложил бы, значит, ну вот, зафиксировать, что мы все согласны, что сравнение и метод особого пути — это метод деконструкции особости через признание уникальности каждой страны и при этом необходимости сравнения. И в этом смысле это необходимость сравнения — отрицает уникальность как защиту, да, как отрицание того, что вот у нас тут не здесь, у нас все по-другому. Все страны, даже самые уникальные во многом, во многих отношениях, безусловно, имеют какие-то сходные закономерности и механизмы, и институты. И мы видим эти трансферы институтов. И в этом смысле особый путь как защитная такая реакция, ну, судя по тому, что мы видим, да, является наверное, стратегически слабым. Мы в этом смысле, наверное, более едины, несмотря на все это многообразие и разные страны и сообщества, более похожие друг на друга в каком-то мета-смысле, чем вот хочет эта защитная реакция. Чтобы к этому прийти, нужны реальные исследования. Может быть, я хотел вот в заключении несколько слов сказать про статью Андреевича Зорина, который исследует одну мифологему особости специфического русского отношения. И, соответственно, я бы хотел представить коротко статью Андреевича и его тезис о том, что специфическим способом осмысления вот этой отставания и одновременно задачи, мы уже обсуждали, задачи позитивной самоидентификации в данном случае и для Германии в свое время, и для Российской империи, и дальше для Советского Союза, и для России сегодня. Вот это вот сравнение вызывает некоторый дискомфорт и какую-то защитную реакцию уже вот в качестве такого политического идеологического конструкта. Здесь интересная и довольно устойчивая конструкция, которая отчасти отсылает нас к статье живого и вот к этой идее такого решительного спасения через чудо, через какое-то, может быть, вот последнее покаяние перед смертью. И вот эта идея о том, что отставание или даже вот какая-то слабость на самом деле может оказаться тайным таким знаком силы. Почему это может оказаться тайным знаком силы? Ну вот, наверное, да, в этом есть некоторое такое что-то религиозное, есть такой расчет на чудо и на какой-то прорыв, и это отражается как в риторике, так и, в общем, в каких-то практиках. Зорин говорит и о Петровских реформах, которые вот, ну, и троспективно скорее, да, ну и даже в ходе этих реформ воспринимались как некоторое такое чудо, трансформации. И позже такие же мотивы звучат у Гоголя, Достоевского. В разных вариантах, собственно, Чаадаев приходит, сначала указав на на отставание, такое выпадение России из истории, указывает на некоторое возможное, наоборот, потенциал будущей трансформации. И то же самое происходит в Советском Союзе. И вот эта ставка на какую-то решительную, мощную трансформацию, она оказывается таким интересным способом осмысления своей особости и преимуществ своей особости. В отличие от Германии, где там, значит, вот какой-то порядок, бюрократия регулярная, здесь делается ставка на вот такую решительную мобилизацию. Но я осторожно, то есть мы все свидетели и участники истории все еще сегодня, такое ощущение, что, может быть, на этот раз и на этом историческом, в этом историческом контексте, может быть, вот эта идея такой трансформации, такой вот чудесной трансформации, как будто бы она вызывает меньше доверия, что ли, да, и какая-то она на уровне, во всяком случае, массового сознания и какой-то такой вот риторики, даже общественной, мне кажется, что это звучит меньше, хотя такие голоса мы можем услышать, да, и такие призывы раздаются, но как будто сегодня вот ставка на эту такую чудесную трансформацию, как будто ее сегодня меньше, ну и это тоже говорит, если это так, то, собственно, это подтверждает тезис о том, что история не всегда повторяется, да, и что нет одной... История никогда не повторяется, как мы знаем. Да, подтверждает другой тезис, да, о том, что история никогда не повторяется, но нам нужно ее знать, чтобы видеть эти нюансы. Я просто хотел сказать, что вот про публичную историю, да, как раз, что историки слишком мало, да, внимания уделяли, и в России, по крайней мере, точно, тому, что думает общество, да, и вот тому, что эту спящую красавицу не удалось разбудить, для того, чтобы она как-то задумалась, но я имею в виду ту часть общества, которая совсем не интересуется, что вокруг происходит, да, это вот тоже в некотором смысле, мне кажется, последствия вот этой вот теоретической убежденности в этом особым пути, как в таком теологическом непременном, да, телеологическом, не теологическом, а телеологическом, да, то есть это вот непременно будет так, да, фаталистски, да, и чтобы мы не пытались, да, поэтому пытаться не надо, да, то есть, ну, нет смысла в этом, зачем тратить на это силы, да, лучше вот мы займемся своими делами, И этот вот то, что называет Юдин торговцами безнадегой, это очень утверждается крепко в голове человека, когда он постоянно, особенно, я уже не такая старая вроде, но успела пережить уже два кардинальных смены просто в отечестве, так сказать, направления мыслей и развития. А если внимательно смотреть, то и три. Да, я так уж крупным, но просто я в Советском Союзе еще выросла, потом стал гражданином уже несуществующей страны. То есть это многие наши современники пережили, и поэтому такая апатия, отсутствие интереса к тому, что и к истории, и к современной истории, она часть вот этого телеологизма. И вот, к сожалению, концепция, вот самая теоретическая концепция, я не говорю про ее практическое применение или удачные последствия, когда люди начинают задумываться, всегда хорошо, когда люди думают, да, а это их всегда к чему-нибудь да приведет. То она, к сожалению, в себе это несет, да, вот этот телеологизм, и поэтому она мне так не нравится, да, поэтому я так активно с ней борюсь, да, с тем, чтобы она как методологический принцип, да, применялась в исследовании. Вот об этом мне, да, еще хотелось сказать, потому что вот я вижу на примере своего паблик-хистори, да, ну, как бы 10 лет, так сказать, мы это строили, строили, да, наконец построили, да, и вот как бы это теперь все развалилось. Да, это говорит еще, это было не только интерес, не интерес этой спящей красавицы к тому, чтобы проснуться, да, но и, в общем, отсутствие большого энтузиазма среди историков, которые тоже не очень хотели выходить со своего надежного фундамента исторического исследования, да, такого обоснованного на так тонкий лед, где может быть манипуляции или какие-то тут, да, вопросы с работой памяти, которая неустойчива и неизменчива, да, и где приходится вот такими, на таких вещах, строить, да, и поэтому большое, как бы, можно сказать, шапо, да, за то, что вообще вы этот проект задумали, хотя я там, как вы, вначале, спасибо вам большое, что помните мои в этом участие, но все-таки это в основном ваш проект и Андрея Леонидовича, да, Зорина, то все-таки это очень сложный тонкий лед, да, на который историк не очень хочет выходить, потому что ему хочется спрятаться за объективностями, да, и это, но это очень продуктивный процесс, да, потому что все равно мы все люди, и сказать, что, как бы, я могу быть объективным, это смешно, да, не может быть историк объективным, ему приходится с этим обидеть дело, хотя он не хочет, и человеку. Но историк может стараться быть объективным, и это очень важно. Да, он должен стараться, да, но это понимание того, что он все же человек, и поэтому все человеческое ему не чуждо, да, и слабости эти свои увидеть, он может только вот сталкиваясь с такими концепциями, которые имеют как раз вот такому мифологическому, да, моральному или публичному применению. Мне кажется, это прекрасное завершение нашего разговора. Да, ну, мы тогда благодарим, Вер, за то, что ты пришла, и за этот разговор, и за, собственно, исходный импульс, и, наверное, мы отсылаем читателей, надеюсь, будущих к нашей книге, да, она доступна и в бумажном виде, и в электронном виде, и, ну, вот, еще мы говорили статье Двова, и ныне покойного, и Борис Дубин, а еще один, то есть твой однофамилец тоже, он уже не с нами, и, наверное, тоже просто помянем его, это очень интересная статья. Собственно, это социология представлений россиян об особости российского пути и о том, как эти представления меняются, да, на основе эмпирических данных. Наверное, посвятим памяти уже этих двух выдающихся исследователей. И само понятие мифологемы тоже введено как раз Борисом Дубином в этой его статье, которую мы здесь активно употребляли. Да, 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 это, да, именно, именно. И книга посвящена памяти Виктора Марковича Живого и Бориса Владимировича Дубина, ну, и наш эфир, я тоже думаю, закончить как раз этим более чем уместно. Спасибо огромное за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok